Вах, хорошо-то как из Магнитогорска, спокойно так пройдя таможенников любимых и уже привычным к постоянным рейсам Пегаса через 5 часов изморозца до подсолнышка. Тем более, что рейс-то лепота, целый день в подарок. Ну, подсластил Пегасик и без того вкусный момент. Вах, нехорошо, что металлурги с затюканными кредитами и ипотеками не частые гости, потому как я люблю, если честно, с работягами пообщаться, да неформальненько. Кстати, с тем, с кем мы летели, и молодежь на заметку. Медики, учителя и изнасилованный вниманием государства малый бизнес небольшой. Ну, с бизнесом понятно. Ну, с бизнесом понятно. 10 дней без головников с сети Десале от Пегаса – это то, что доктор прописал. А вот отсюда глубокий респект правительству единороссам. Сейчас достойно начали оплачиваться педагоги, врачи и судьи. Поэтому абитура – будущее. Поймите, госструктуры не знают, что такое кризис. У вояк и полицейских будет нормальная зарплата. Думайте. Думки эти после крабов на обед посетили меня в любимом отеле Сети Шаров, ставшим еще более ненаглядным после вхождения в пегасовскую сеть Десале. А так получилось, что из 20-ти раз путешествий за рубеж, ну, за исключением туристических, ну, в смысле командировок рабочих, хотя у меня даже туристические командировки, вообще рабочие. Никогда еще без камеры я не видел. Мы путешествовали 15 раз в пегасовую туристику. Вы знаете, ну, честно говоря, если и жалел когда-то, то только несколько своеобразные гиды встречающие были. А так размещение и вечный отдых. Вот такое. Ну, плюс к тому, что вылет из Магнитогорска. К сожалению, вылет из Магнитогорска в Шарм-эль-Шейх это только 10 раз в 10 дней. Поэтому дополняйте этот самый замечательный борт Бойник 737-800 и летайте, и до мая месяца, исключительно, из Магнитогорска вместе с пегас-туристикой. Интернет творит чудеса. Кстати, онлайн бронирование сейчас доступное. И можно даже прошвырнуть туриков, расплодившихся, и обратиться напрямую в пегас-туристик. Другой вариант и для самых ленивых – это круглосуточный многоканальный телефон. Позвонили, причем звонок-то бесплатный, и вас переключили на ближайшего к вам оператора. И как задолбал ваш поисковик, где подешевле и где больше скидки. Вот ведь как может получиться, что будет дешевым филтон, но это не факт, что там будут так же поедить и кормить, как в фирменном пегасовском отеле. Еще раз напомню, ваш вопрос о наличии мест должен рисаться с фразой. И вот теперь понимаешь, что такое пегасовский фирменный стиль «де соле». Хлебосольный – это стиль. С желтым напиток «Колокольчик» для взрослых. Тевтили из говядины, паста, ну то есть по нашему макарону, и курочка. И все это напряжено. Вот такое хлебосольство от пегасов. И уже по приезду домой меня в очередной раз взбесило бредятельно российский журналюк. Ну не будет у нас красного моря, ну нефиг завидовать и обсирать все и вся. Ведь объяснил Путин, где и сколько мы будем, и честь ему за это и хвала. И в ближайшие 2-3 года надо свыкнуться с мыслью, что год в 10-й будет еще как минимум года 2. Но привычку отдыхать то никто и не отбирал, как и возможность летать с Магнитогорска с пегасом. Купались люди и будут купаться. И даже на том пляжу, где в Акура через 5 дней после меня в традиционно русском стиле ластами по морде русские отбили желание акулы поохотиться на российскую же пенсионерку. Раз в 10 дней вылетает самолет из Магнитогорска с пегасом. Кстати, сезон 2010 показал, что мы хорошо погрузили Турцию и до конца этого года тоже мест нет. Но это ничего, места пока есть. На рейсе после Нового года, кстати, Египет воспринимают в этой системе фирменных отелях от Пегаса де Сале до месяца включительно. Конечно, это мало. Раз в 10 дней. Но все от вас зависит, дорогие господа. Что вы будете выбирать? Покупать себе железки уже не модные. Потому что я, допустим, езжу на 20-летних автомобилях, ну, готовить 5 штук. Вот. Либо вы будете жить в свой кайф. Я лично в свой кайф скажу вам, что люблю купаться и в основном за границей. Особенно, когда есть Красное море. Ну и вот мой терминный пророх. Субтитры сделал DimaTorzok